Золушка Екатерина Кузина состоялся в театральном концертном центре «Щелковский театр». Танцы, песни, чудеса, самое главное, да, это чудеса, их, наверное, технически сложнее всего воплотить на сцене театра, это не кино, где можно с помощью монтажа и разных эффектов достигнуть чего-то летающего, красивого, исчезающего, а вот именно сделать это на сцене, это прям очень сложно, это огромная ответственность, как раз перед детьми самое главное. Нет нужды пересказывать исторический сюжет о бедной девушке. Текст спектакля в точности тот самый, на котором выросла и еще вырастет не одно поколение детей. Мы старались сохранить все, что там у него написано по действию. Единственное только, ну, хотелось очень уйти в какую-то интерпретацию современности, что-то добавить. Наоборот, мы от этого отказались для того, чтобы все-таки вернуть некую классическую сказку, назовем ее сказку именно, да, в пространство вообще и театра, и сцены, потому что этого сейчас мало, все очень хочется по-новому да по-новому, а давайте попробуем чуть-чуть по-старому. Музыка композитора, пианиста Сергея Прокофьева, которая звучит в спектакле, передаст все события жизни маленькой героини, ее романтичные мечты о любви, восторг от королевского бала и радость от встречи с любимой крестной, удивление от чудесных превращений и новых друзей. Мы постарались действительно сделать магию на сцене, и Золушка перевоплощается из своего старого грязного платья в красивое бальное прямо на сцене. Это волшебство, фея взмахивает палочкой, и в одно мгновение Золушка перевоплощается. Этот спектакль, я думаю, точно порадует глаз гостей. Приходите к нам на Золушку. Красивые костюмы и декорации, шутки и танцы. Все было, как в настоящей сказке. Премьера удалась. Следующий спектакль «Сказка Золушка» пройдет 12 ноября в Театральном концертном центре Щелковский театр. Евгения Корыська, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова